Березовый сок на Брещене заготавливают во всех лесхозах. Сокодвижение, как правило, начинается в период оттепели и продолжается до распуска почек на деревьях. За этот период нужно успеть пополнить запасы. Желающих сделать это немало, но специалисты подчеркивают, спрос готовы удовлетворить на 100%. В 2018 году планируется заготовить порядка 7 тысяч тонн сока. Лесхозами Брестского лесохозяйственного объединения на этот год доведен план 7 тысяч тонн. Все лесхозы области занимаются заготовкой березового сока. В основном сок одружается на предприятия Брестской области. Ну и, как обычно, у нас организована и для населения заготовка березового сока. Объемы не регламентированы. Что называется, в одни руки готовы продать столько, сколько обладатель этих самых рук запросит. К тому же по весьма демократичной цене 14-16 копеек за литр. Работают на месте сбора специалисты весь световой день. Однако, обязательно предварительная запись, чтобы к вашему приезду здесь точно был необходимый объем. Определитесь, в какое лесничество вам удобнее добираться. К примеру, одно из ближайших к Бресту – Муховецкое. Муховецкое лесничество наше относится к Брестскому лесхозу. У нас есть пять точек нашего лесничества, на которых заготавливается березовый сок. Это они располагаются порядка 10 гектаров, занимают общей площадью. Подсачиваются, как правило, березы, которые уже по возрасту подходят к спелому возрасту. Это порядка 70-80 лет. В последние годы становится все меньше тех, кто занимается добычей березового сока самостоятельно и незаконно. Проще и уж точно дешевле купить. Штраф за нарушение законодательства в данном вопросе – не одна базовая величина. За данное нарушение предусматривается административная ответственность до 20 базовых величин. Если данное нарушение совершают индивидуальные предприниматели, грозит штраф до 100 базовых величин. Для юридических лиц – до 500 базовых величин. Весна только пришла на Брещену, но, хочется верить, уже вступила в свои права окончательно. А это значит, что вслед за березовым соком скоро придут и другие атрибуты этой пары года. В частности, первоцветы. И здесь защитники природы предупреждают – любоваться цветами можно и даже нужно. Собирать в букеты и на продажу запрещено. Пусть природные краски останутся в среде своего обитания. Предусмотрена также административная ответственность. В основном первоцветы являются краснокнижными растениями, где штрафы предусмотрены от 20 базовых величин. Кроме того, за каждое растение предусмотрен ущерб, то есть сумма штрафов и ущерба значительная.